И всем привет, друзья, я Everlight, и сегодня у нас на обзоре новая бета-версия Minecraft Bedrick Edition 1.21.50.24. Она чуть поменьше, чем предыдущая версия, но всё равно здесь есть одно кое-какое изменение, которое затрагивает материал из предыдущей бета-версии. Ну а подробнее про данную бета-версию можно будет узнать на официальном сайте ModsCraft по ссылочке из описания. Это канал ModsCraft, я Everlight, ну и погнали расскажу подробнее. Изменения в этой версии затрагивают бледный сад, то есть изменения в новом биоме бледный сад. Например, бледный мох может генерироваться естественным образом не только возле бледного дуба, а также в более больших размерах. На участке с бледным мохом генерируется меньше высокой травы, увеличена плотность генерации бледного дуба, цветы и грибы больше не генерируются в бледном саду. Бледные дубы вырастают с висячим бледным мохом, если выращены из саженца. Бледный ковер больше не висит в руке игрока от третьего лица. Исправлены текстуры лодки с сундуком из бледной древесины. А также есть некоторые изменения, которые касаются сердца скрипуна. Они показаны у вас на экране. Также были внесены изменения, которые сделают игру более реалистичной, то есть похожей на реальную мир. То есть, следующие блоки могут быть добыты только киркой. Вот он весь список этих блоков. Следующие блоки, которым необходима поддержка, выпадают при разрушении любым инструментом. Следующие блоки ломаются быстрее с неподходящим инструментом. Добыча расцветающей аметист неподходящим инструментом занимает меньше времени. Зомбифицированные пиглины, созданные порталами Незера, имеют 15-секундную задержку, прежде чем они могут воспользоваться порталом. Также обновлена текстура предмета тяжелого ядра. И удален переключатель новой экран кровати из настроек видео. Теперь, что касаемо исправленных ошибок. Здесь их много, но они касаемы устройств, на которых вы играете. Я вам про них не буду рассказывать, расскажу лишь про основные, которые касаются самого игрового процесса. А именно, кукла игрока больше не перекрывает панель интерфейса. Режимы и сложность правильно сохраняются после загрузки или замены мира в реалме. Это все. На этом можно закончить. Я вам рассказал не все, потому что некоторые изменения указаны на сайте. И вы можете их сами посмотреть. Ну, а на этом, как я сказал, можно закончить. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на этот канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok